МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сделать это нам поможет наша сегодняшняя гостья Нелли Николаевна Иванова, режиссер. Нелли Николаевна, здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Нелли Николаевна, из вашей биографии мы знаем, что в Абакан вы приехали из Красноярска в 1986 году, уже имея опыт работы на телестудии. Расскажите, как это было и, может быть, ваши первые впечатления от Абаканской телестудии? Да, я на телевидение пришла в 1970 году и проработала в Красноярске 16 лет. А потом, в 1986 году я приехала в Абакан. Приехала, когда в Абакан, меня сразу взяли сюда помрежем. Взяли помрежем режиссера. И надо сказать, что все режиссеры, они все начинали работу свою с помрежей. От помрежей многое очень зависело в те годы. Помощник режиссера, да? Помощник режиссера, да. Помощник режиссера от нас очень много зависело. Мы работали в павильоне, готовили студию к записи. Даже, можно сказать, не к записи, а в то время больше было живых эфиров. Эфиры были живые, ответственность была очень большая. Мы все, ну как бы перед передачей все волновались. А передача, как правило, начинается с чего? Режиссер, значит, готовит передачу, приглашает помощника. И помощник режиссера вот приходит в студию, студию готовим, приглашаем выступающих. Выступающих нужно обязательно посадить, чтобы им было комфортно, чтобы удобно. Приготовить все картинки, которые, значит, на титровые доски. И по команде режиссера потом идет процесс. Скажите, ну вот та команда, это действительно легенда, тот коллектив. Он действительно был настоящей семьей. Вот вы ощущали себя действительно вот частью единого целого? Да, мы, в принципе, всегда все дружили между собой. Мы всегда, так сказать, поддерживали. И вот помощников режиссера всегда все поддерживали. И технические работники, и режиссеры, и редакторы. Все старались помощникам помочь. И поэтому мы из помрежей все выросли в режиссеры. Ну делали одно дело, да, все вместе. В принципе, работа наша была очень интересная. У нас все время были встречи с разными людьми. Каждый день встречаешь нового человека. Каждый день встречаешь нового героя. И мы что-то от них брали, что-то они от нас брали. А вот вы говорили, что у вас все было четко распланировано буквально на месяц вперед. Да. Мы работали по плану. Мы работали по плану. И вот план составлялся на месяц. Потом мы подавали заявки в сектор выпуска. Тогда, в те годы, возглавляла Галина Ивановна. А в сектор выпуска входили звукорежиссеры, значит, операторы, видеооператоры, художники. И Галина Ивановна, как бы сказать, она всем старалась помочь. Она всем находила время. Значит, интеллигентная, замечательная женщина. Значит, каждому находила слово. Каждому могла, каждому старалась помочь. Нелли Николаевны, мы знаем, что к Галине Чернышковой у вас особое отношение. Расскажите, вы действительно дружили? Она, во-первых, Галя возглавляла профсоюз наш, у нас на телевидении. У нас тогда был профсоюз. И Галя возглавляла. И к ней все шли со своей бедой, с радостью. И она каждому находила слово. Каждому могла сказать. А мы лично, вот лично я с ней дружила все эти 20 лет, которая работала на этой студии. И продружила с ней до самого ее последнего дня. Это вот таких людей, вот мне ее так не хватает, вот таких людей просто, ну, мало. Отличная фотография. Нелли Николаевна, действительно людей ценных, каких-то уникальных в своем роде в то время очень было много. И один из них Юрий Михайлович Пустовойт. Легендарная редакция «Факты». Ваш бессменный партнер. Вы с ним бок о бок отработали 18 лет. Нелли Николаевна, расскажите о нем. Каждая передача, вот я пришла когда в редакцию, я пришла на эту студию сначала в новости, а потом меня перевели в редакцию Юрия Михайловича Пустовойта. Юрий Михайлович Пустовойт, это умнейший редактор, а от редактора много зависит. Это умнейший человек был. Вот он всегда идет на работу, первое, что он делает, он заходит, берет газеты, приносит. Если он где-то с кем-то встретился на улице, он приходит и рассказывает, я видел того-то, темы из него, вот, просто вот, ну, даже, ну, как бы сказать, темы из него просто лились. Он от каждого человека что-то сам при нем это брал, и каждому старался тоже рассказать что-то. И вот он приходил в редакцию, и не просто приходил, он заходил, газеты сразу положит, так, и говорит, я встретил того-то, того-то, он мне рассказал то-то, то-то. И каждый раз это были разные люди, и работали мы интересно. Мы с Юрием Михайловичем проехали всю Хакасию, от края до края. Все предприятия, которые были в Хакасии, это все прошло через нашу редакцию. Ну, что можно вспомнить, что циклы у нас были такие темы. Разбуженные Саяны, этот цикл все зрители, наверное, помнят. Резонанс. Разбуженные Саяны, это про Саяно-Шушенскую ГЭС. А Резонанс, это другие предприятия. Предприятия Вагонмаш, СААС, значит, ГОШ, ПКСО. Это эти все предприятия, мы, как говорится, от Колышка и до завершения, даже до распада, можно было сказать. Все это прошло через нашу редакцию. У нас было очень много тем. Это и культура, и сельское хозяйство. У вас порой был такой напряженный график, вы работали просто в цейкноте. И вот тот самый фильм «Хакасия от Адая», вы действительно его умудрились родить, да? Ведь это действительно детище всего за неделю. Как это получилось? Да. «Хакасия от Адая» – это наш последний фильм с Юрием Мефодичем. Мы его сняли за неделю. Много пришлось поездить. Значит, этот цикл, фильм получился... Вот там у меня такая была задумка, что каждый эпизод у меня начинается с плана отъезда. И вот этим фильм и получился. То есть каждый эпизод начинался с планом отъезда. И только вот неделя всего была, и нам пришлось ставить несколько других кусков, и они уже выбились из фильма. Но сам фильм получился очень интересным. И вот его можно смотреть в любое время. Его можно смотреть сегодня. Сегодня мы там сняли ИГЭС, сняли все предприятия, собственно говоря. И ученых, и детей. От Адая, то есть так и назывался фильм. Мы сами придумали название ему, и фильм по этому и получился. От Адая, то есть от земли и, как говорится, до воздуха. То есть его наверняка не потерял актуальности сегодня. Не потерял. И он теперь может... Его можно смотреть в любой год, в любое время, и он будет актуальным. Скажите, ну в этой работе наверняка вам помогал и Юрий Мефодьевич. То есть вы... Это был такой тандем. От Юрия Мефодьевича зависело очень много. Юрий Мефодьевич, он, знаете, умнейший человек, во-первых, был. Умнейший. Таких очень мало. Он любил своих героев. Он их всегда очень внимательно слушал. Он, так сказать, всячески старался помочь этим героям. Если это было в его возможности, он старался помочь. У нас же было очень много циклов. И Юра все время был в теме. То есть вот если передачу он готовит, то он был всегда в теме. Почему он был в теме? Вот некоторые передачи, допустим, предприятия. Не каждый же может знать, ну что там на этом предприятии, да? Он обязательно проконсультируется до того, как на это предприятие приехать. Как настоящий профессионал. Да. И поэтому передачи у него всегда были очень интересные. Вот вы так тепло отзываетесь, Юрий Мефодьевич, наверное, за столько лет работы он тоже к вам очень тепло относился. Он относился, относился Юра по-разному. Он, вот на студии, он считался у нас очень беспокойным человеком. Он такой вот был беспокойный. И мне часто говорили, слушай, как ты с ним работаешь? Как ты вообще с этим пустовой там можешь работать? А я с ним, всегда я им отвечала, говорю, с пустовой там работать интересно, потому что он умный. Он был очень умным журналистом. В нашем архиве сохранилась уникальная запись, на которую Юрий Мефодьевич рассказывает о вас. Давайте посмотрим. Портрет художника на фоне его произведений – излюбленная тема юмористов и тайных недоброжелателей. Я говорю сейчас о Нелле Николаевне Ивановой. Это имя еще неизвестно специалистам Эрмитажа, Третьяковки, Лувра или, например, музея Прада. Ну, я надеюсь, дойдем мы и до этих вместилищ прекрасного. Вот в этом хрупком, тщедушном теле вообще живет неистребимая гигантская тяга к самовыражению. То она работала на телевидении, то снимала кино. И вот, наконец, как-то, я думаю, в один счастливый миг посетила ее озарение. Она нашла кусочек картона. Было у нее, видимо, 2-3 тюбика с масляной краской. И большой палец, подушечка. Вот если внимательно посмотреть, это сказка. И вот это вот, не то, что тут изображено сказка, а сказка то, что это вообще появилось на свет. Я думаю, что если нам устроить вот такой аукцион-продажу, то миллиардиков 5-6 мы могли бы где-нибудь в Абакане или в Сонне, или где-нибудь там на аукционе в Нью-Йорке. Это замечательное видео, понятно, своего рода подарок вашему юбилею. Расскажите, здесь вы представлены как художника. Это еще одна такая ваша творческая сторона. Когда вы начали рисовать, и как коллектив к этому относился? Вот коллектив относился к этому хорошо. Вера Петровна нашла мольберт. И вот на 25-летие студии редакция мне подарила мольберт, чтобы я рисовала не просто вот так, а на мольберте. Рисунки у меня, конечно, непрофессиональные были, детские. Но порыв души такой был. И поэтому, естественно, я как бы это, все бы рисовала, все просили. И Володя Кубышев, Неля, нарисуй там. И Волков ввел на спортивный. И, значит, Инки Жеков, Миша. Все кажут, Неля, подари, Неля, подари. И, ну вот, знаете, порыв был души, но он со временем как бы прошел. То есть сегодня вы не рисуете? Сегодня я не рисую. Это вот все после смерти мужа, короче говоря. Давайте вернемся к вашей основной профессии. На вас и ваших коллег выпало трудное время, переходное. Начало 90-х годов. На ваших глазах, как вы уже сказали, произошел и развал многих предприятий, свидетелем рождения, которых вы были. Расскажите, вот как работалось в то время? Ну, мы вот как раз, понимаете, мы старались объективно показать наших героев, да? И вот я помню, когда мы снимали ПКСО, и первый развал произошел вот именно на ПКСО. Люди собрались на этот митинг и выбрасывали на улицу, как говорится, народ. И женщины так плакали. Вы даже себе представить не можете. А я вот раньше приедем на ПКСО тоже, или еще на любое, на другое предприятие приедем. И я всегда себя ставила на место этих женщин. И все время думала, а смогу ли я так, вот как они работают, смогу ли я так работать? Вот там, значит, там всякие окрутильщицы, там, значит, ткачихи. И я вот, наверное, я бы так не смогла работать, как они работали. Они всегда работали, знаете, ну, как бы духотворенно, что ли, порыв такой, такой тяжелый труд. И я всегда думаю, как мне в жизни повезло, что я режиссер. Что профессия режиссера, она и обязывает. И в то же время вот нету такой, у других нет такой профессии. Я вот, например, помню каждый свой фильм, каждый свой, почти каждую свою передачу помню. Помню своих героев. Да, вот сопереживание героем, это вообще такая отличительная черта именно вот той журналистики. Вы наверняка же отслеживали судьбу. Расскажите о героях ваших передач, тех, о ком хотелось бы сегодня вспомнить. Вот вы знаете, у нас циклы же были разные. И у нас был такой цикл, семейный альбом. Это замечательный был цикл, семейный альбом. И вот первую передачу мы начали со семьи Кондрашовых. Семья Кондрашовых, значит, мы там снимали Нину Ивановну, там мать, десятерых детей. И мы снимали ее в 80 лет, в 85 лет, значит, в 90 лет и в 95 лет. Вот эти четыре. И дети собирались через пять лет со всей страны. На протяжении 20 лет. На протяжении 20 лет мы снимали вот эту семью. Ну, это получается 15 лет. И в принципе, вот как раз вы говорите о развале, вот в развал их тоже снимали, они очень переживали. В этой семье были кто? И летчики, и шахтеры, и учителя, и доярки, и продавцы, и шофера, все. И вот мне, чем мне нравилось, они всегда вот зимой, февраль месяц, и вот собирается семья. Они приезжают, быстренько расчистили дорожку, значит, и вот все, кто с чем, кто идет с тортом, кто идет, значит, с букетом цветов, кто несет банки с солениной, там, то, все. И вот если в 80 лет мы снимали, и стол был, вот просто в комнате стоял стол, да, то на следующий раз уже стол стоял уже буквой Г, потому что уже не вмещались, потому что уже росли, значит, дети, внуки появились и уже правнуки появились. И еще что мне нравилось, и всегда Нина Ивановна, вот эта вот мать этих детей, и она всегда молилась. Она молилась, молилась и молилась о благополучии своих детей, желала им всего и здоровья, и всего. А дети каждый раз, когда говорили, мама, ну проживи ты еще столько, ну, мама, ты проживи еще столько, это было так приятно, вот, видеть вот такую семью. Нина Ивановна Кондрашова с этой молитвой обращается к Богу, вот уже, считай, слишком 70 лет. О каждом из 10 детей ее мольба. Вот вы так тепло вспоминаете о том времени, оглядываетесь назад, может быть, ни о чем не жалеете, хотелось бы что-то вернуть. Нет, я жалеть ни о чем не жалею, я просто довольна, что у меня была такая профессия, что я все время видела новых людей, и как бы знакомилась с ними, и что-то им, если где-то мы могли им помочь, с Юрием Мефодичем, мы помогали. Нина Николаевна, в нашем архиве сохранилось еще одно уникальное видео. Ваше мнение о работе 15-летней давности? Давайте посмотрим. Наша работа, я считаю, что она у нас самая лучшая. Вот, мы все время встречаемся с новыми людьми, и они задевают как-то нас по-своему, понимаете, учат чему-то. Мы, когда снимаем их, допустим, несколько раз своих героев, да, мы видим их боль, их становление, их какую-то радость, и поэтому и нам тоже приятно это. Замечательно. Нелли Николаевна, спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию, поделились своими воспоминаниями, ведь сегодня именно они особенно цены, когда многих из тех, кто работал в те годы, уже нет с нами. Спасибо еще раз. Спасибо, Лава. Сегодня с Нелли Николаевной Ивановой мы вспомнили годы творческого роста и общения, вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале Россия-1. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова